Добрый день, дорогие друзья! Добрый вечер, возможно, для кого-то. Сегодня я решил продолжить записывать плейлист «Мужская правда», потому что это такая актуальная, скажем так, тема отсутствия информации о таком важных аспектах мужской жизни. И мне бы хотелось свою лепту, такую скромную, внести в ваше осознание какого-то мира отношений и связей с женщиной, отношений и связей с миром. Поэтому сегодня в этой части я продолжу. Друзья, для вас записывать это видео будет тема благодарности, скажем так, тема благодарности, которая очень актуальна, потому что многие мужчины, которые находятся в серьезных или длительных отношениях, браке с женщиной, к этой теме как бы вынуждены с ней сталкиваться. И даже возникают какие-то конфликты на этой почве между мужчинами и женщинами. Так вот, я помогу вам немножко в этой теме разобраться, коротко. Так, значит, проблема в чем? В том, что когда попадаете в такую ситуацию, когда вы что-то, какие-то поступки совершали, какие-то действия, что-то приносили, как говорится, ваше отношение реальное, материальное, какие-то блага и тому подобное, в каком-то конфликте, в каких-то там противоречиях, вы начинаете с ней общаться, с вашей женщиной. И, соответственно, вы начинаете говорить о своих достижениях. И не слышите от нее отклика. Она не видит, не слышит отклик, не говорит, но она не благодарит вас за эти достижения, оказывается. И это первое осознание этого проблемы. Почему это происходит, вы не можете понять. Почему это происходит? Вы говорите, что вы вот это сделали для семьи, вы сделали это для детей и что-то там подобное. А женщина эти ваши аргументы не берет во внимание. И между женщиной и мужчиной возникает достаточно серьезный конфликт. Эмоциональный, скажем так. И вот в этом вопросе я вам советую отдать в сторону. И понять, чтобы у вас был такой внутренний щит. Внутренний щит, понимание, в какой ситуации вы находитесь. То есть все ваши действия, которые вы создавали в окружающем, в женщинам мире, для нее, для семьи, для детей, и в том числе для себя. Вы принесли что-то в семью, в дом, в ваши отношения, в ваши связи в окружающем мире, чтобы сделали, заработали эти достижения. Вы их принесли, и вы их передали женщине. И женщина это приняла от вас. И как только вы передали ей этот окружающий мир, который вы создаете, становится не просто ее частью. Это она и есть. Понимаете, в этом проблема. Вот это все, что вы создавали, это все она. Вот это она. Как бы вас там нет. Понимаете, когда вы, мужчина, в каком-то конфликте, эмоциональном разговоре выставляете женщине счет и говорите «О, вот это я сделал, это я сделал», вы, как бы, достаточно серьезную угрозу для нее представляете. То есть она понимает, что вы хотите что-то от нее отнять. Понимаете, из ее мира. Из ее мира. Не просто из ее мира, а из самой. То есть для нее вот это все, что окружает ее, это ее часть, понимаете. То есть это неотъемлемая ее часть. Для нее это была большая проблема. Когда мужчина начинает говорить о своих достижениях, о своих тех или иных поступках, действиях, во благо материального, морального и так далее, которые он совершил, тогда женщина, соответственно, начинает защищаться от вас. Эмоционально, в первую очередь. Она начинает эмоционально от вас отгораживаться. То есть и у мужчины есть такая тема, да, истерику закатила. Так вот, это вопрос, когда, как только вы вторгаетесь, вторгаетесь, оставляете, говорите, что это я сделал, это начинается тогда проблема у вас. Ни в коем случае так не говорите, потому что женщина всегда будет говорить, что это она сделала. Это благодаря ей все было сделано. Это она все сделала. Это ее все, понимаете, достижения. То есть, поэтому в этой ситуации мужчина должен понимать, что женщина создает мир, покой, который в этот мир и покой. Вы приходите отдохнуть, набраться сил, уверенности набраться, любви какой-то и тому подобное. Но никаких здесь вам благодарностей не может быть. Никаких абсолютно. Потому что это как бы в обратную сторону идет благодарность. Вы благодарите женщину за то, что она приняла. Она приняла ваши достижения, ваши свершения, ваши материальные, моральные, духовные достижения и тому подобное. Ваш какой-то рост, внутренний, внешний, социальный статус и тому подобное. Она приняла это, и за это вы ее благодарите. Она приняла это, как бы структурировала там какой-то мир такой, да. И вы можете в этот мир прийти и спокойно там почувствовать себя уверенно, как бы удовлетворенным жизнью и тому подобное. То есть, именно вы благодарите женщину, а не наоборот. То есть, вот об этом я хотел сказать. О том, это отношение такое находится, но можно его призвать к времени и пространству, как я люблю говорить в своих выступлениях. То есть, вас в настоящем моменте, вас нет. Мужчина всегда находится либо в прошлом, либо в будущем. Либо он соединяет прошлое и будущее, да. И чтобы что-то сотворить в настоящем для женщины. А женщина находится в настоящем. Поэтому, когда вы приходите, начинаете в том или ином разговоре говорить о своих достижениях, о том, что вы просите, чтобы она эти достижения оценила, это не может быть. Она не может оценить ваши достижения, потому что она их считает своими. Это ее мир. Вот проблема. Вот как только вы осознаете, что в этом разговоре, в этой ситуации вы должны уступить, вы как мужчина поблагодарите женщину за это осознание своих достижений. То есть, во время этого разговора вы осознаете степень своих достижений. Когда вы на какой-то диалог вступили, и хотите сказать, вот, видишь, я сколько чего наделал, вот он список, вот он список, я написал здесь, чего я натворил для тебя, любимая, дорогая. Этот момент для вас важен именно как осознание ваших достижений, вашего уровня. Потому что вы пришли к ней, и вы находитесь, как бы, в настоящем моменте именно в нулевом состоянии. И ваши достижения, ваши действия, которые, как бы, вы думаете, что вы же ее поднимаете, женщина, да, то есть такая тема в художественной литературе, там, в кино и так далее. Очень широко она освещается, применяется со сценаристами этот прием, когда мужчина там, вот, я ее взял, вытащил тебя из, ты была там, работала в ресторане официанткой, да, а сейчас ты вон как я тебя поднял, да, и он это постоянно в тех или иных ситуациях и об этом говорит, конечно, для него это большая проблема становится. Потому что женщина, соответственно, воспринимает в этом случае мужчинку в угрозу, ее миру. Потому что все, что он, мужчина, сделает вокруг этой женщины, это ее мир уже. То есть она уже не воспринимает себя как официантку, то есть у нее нет этого состояния, прошлого, да. Она в настоящем сейчас, не будет она вам благодарить за это никогда в этом. И также, так же и в вашей жизни, в своей жизни этот принцип применяйте. Принцип ненахождения в настоящем. Вы пришли в настоящее для того, чтобы самому внутренне осознать свои достижения, свой уровень, свои какие-то таланты, свои какие-то успехи. Внутренне вы один можете здесь, находясь в настоящем моменте, там, где находится ваша любимая женщина, которая сохранила для вас мир и покой, где вы можете именно точку отчета увидеть, где вы находитесь. Ну, не надо там это просить женщину оценить, оценить ваши достижения, ваши поступки, ваши успехи или неудачи, наоборот, да. Неудачами у нас, конечно, запросто, может, это самое, ну, вы знаете, женские приемы такие. Поэтому сегодняшний ролик, друзья, я вас прошу обратить внимание на это состояние благодарности. И выходите на нулевой уровень, когда вы приходите. Вы должны понимать, что вы находитесь на нулевом уровне. И для женщины это уровень не нулевой. Для нее это ее собственный уровень. Поэтому не надо езжать ее оценки никакой. Пришли, отдохнули, набрали сил, поблагодарили за прием. И дальше опять в путь, опять в работу. Опять в работу, достижением каким-то, целям. Поэтому, друзья, всего вам доброго. Смотрите канал, эту мужскую правду, которую я вам говорю. И я буду писать обязательно эти видеоролики. Потому что это большая тема. Всех вам благ. Будьте здоровы, счастливы. Благодарите. Благодарите этот мир, что вы в него пришли, принесли что-то. Этот мир принял ваши сотворения, ваши успехи, неудачи. И всех вам благ.